Зверята. Группа Алкуни и компания Рай представляют. Авторы сценария. Серджио и Франческо Монфино. Совместное производство. Рай Питшин и группа Алкуни. Сладких снов. Чтобы получить неписанное заклинание, ведьма Ворона должна войти в некоторые книги библиотеки. Однако зверята держат ухо вострок. Это и мне не помешает. Вы готовы войти в следующую книгу? Пока нет. Может лучше немного подождать. Не знаю, года два-три. Это был не вопрос. Чтобы в книгу нам попасть, все должны мы меньше стать. Когда я уменьшаюсь, у меня все время чешутся лапы. Можешь почесать? Конечно. Спасибо, теперь гораздо лучше. Прекратите дурачиться. Пошли. Мадам, в какую книгу мы войдем на этот раз? Немного терпения. Через минуты ты сам увидишь Амброджио. Теперь нам лишь осталось узнать, в какую книгу хочет войти ведьма Ворона. Не будем терять времени. Пошли. Нам нужно найти ключ. Куда же на этот раз пошла эта Ворона? Тут так много книг. Может, поискать среди тех книг наверху? А как мы туда доберемся? Так и знала, что ты меня об этом спросишь. Ты ничего не видел, цилиндрик? Нет, прости, Дива. Отлично, я тебе помогаю, а ты ничего не можешь сделать. Мы в беде, друзья. На этот раз ведьма Ворона сделала так, что мы потеряли ее след. Выпустите меня! Безымянный говорит, что звук идет оттуда. Спящая красавица. Ведьма Ворона точно там. Чтобы в книгу нам попасть, все должны мы меньше стать. Пошли. И кто это у нас здесь? Я принц Филипп. А ты та, что пленила меня? Кто ты? Это не важно, кто я. Все, что тебе нужно знать. Принцесса Аврора никогда не проснется, потому что ты сидишь здесь. Я освобожусь и разбужу Аврору. Я так и не думаю. Я буду сторожить твою темницу, и ты не освободишь, Аврору. Но принцесса уколола все мое веретено, и будет и вечно спать. Ведьма Малефис, не теряй бдительности. Зверята могут попытаться его освободить. Не волнуйся, дорогая подруга Ворона. Я схвачу зверят во что бы то ни стало. Зачем мы заточили Филиппа? Ну это же очевидно. Мы заточили его, потому что... Потому что так приказала ведьма Ворона. Поторопитесь, идиоты! Уверена, зверята попытаются освободить Филиппа. Пойду получу вторую часть заклинания. Пойдем со мной, Амброджио. А вы два куска шерсти оставайтесь и помогите Малефис. Не слышно ни звука. Что же тут происходит? Наверное, принцесса Аврора укололась веретеном. Все обитатели замка спят. Безымянный говорит, что по сказке скоро появится принц Филипп и разбудит Аврору. Никакой Филипп не нужен. Я отличный прекрасный принц, и я разбужу Аврору. Но ты не можешь ее разбудить, Цилиндр. Почему это? Ты не можешь ее разбудить, потому что тоже спишь. Что ты говоришь, Дива? Я не сплю. Пока нет. Говорила же, Цилиндрик. Есть пословица, кто рано встает, того удача ждет. А в нашем случае сонная пташка не получит принцессу. Мы должны выяснить, где ведьма-ворона. Давайте выберемся из замка и поищем ее. Безымянный говорит, что ведьма-ворона приближается к замку. Значит, вторая часть заклинания в замке. Мы должны опередить ведьму. Что случилось, Безымянный? О, нет. Тут еще и два горностая. Она совсем рядом с пещерой. Ведьма-ворона точно что-то задумала. Кажется, я поняла, в чем дело. Если принц Филипп еще не явился в замок, значит, он в заточении. Мы должны его спасти. Но как мы позволим ведьме-вороне беспрепятственно покинуть книгу? Надо рискнуть, иначе Аврора и другие жители королевства будут спать вечно. Ладно, Моби. Посмотри туда, Амброджио. Я знала, что зверята на это купятся. Теперь мы можем спокойно уйти, верно, Амброджио? Вы воплощение зла, мадам. Спасибо. Люблю комплименты. А в это время в замке Большого колледжа волшебников. Волшебник-секретарь. Зачем вы здесь, сэр? Через несколько дней мы уедем. Посетим все дворы магии в Срединных лесах и во всех провинциях. Сэр, но перепись дворов проводилась всего пару месяцев назад. Тут нечто более важное. Я должен выяснить, кто пытается сотворить неписанное заклинание. Приметы указывают на север. А кроме того, расскажу по дороге. Собирайся. Сию минуту, сэр. Как только встречусь с ведьмой вороной, она получит мой ужасный удар летающего кролика. И что это за удар, Цилиндр? Смотри и учись. Цилиндр, я смотрела очень внимательно и просто поражаюсь, насколько глупым может быть кролик. Смотри, зверята идут. Ну и что нам делать? Пойдем и предупредим ведьму Малефис. Ну я боюсь. Но мы должны идти. Нет, нет, нет и нет. Я туда не пойду и с места не сдвинусь. Тебе не удастся задержать меня здесь надолго. И кто это сказал? Ты, беспомощный и никчемный принц. Ведьма! Ведьма! Что вам нужно, несносные? Зверята идут. Отлично, самое время их поймать. Зверята? Точно. Шесть докучливых вредителей. Враги, ведьмы, вороны. И как ты схватишь шестерых противников одновременно? Ты не кажешься очень опасной. Возможно. Но у меня есть тайное оружие. Какое оружие? Вот это! Кажется, там нас ждет ужасный сюрприз. Теперь осталось лишь пойти в тайное место, где находится выход из этой книги. А где это, ведьма? По мне, ты задаешь слишком много вопросов. Эти дома могут нас услышать и все рассказать зверятам. Так что я не скажу ни слова. Мы подождем, Горностаев? Думаю, Малефис уже превратилась в свирепого дракона. Эти двое сбежали. Через пару минут они будут здесь. Как я и говорила, пойдем, Амброджио. Принц Филипп? Спасайтесь, бегите отсюда. А вот и знаменитые зверята. Возможно, я не посажу вас в клетку, а съем прямо сразу. Я не хочу закончить жизнь с жареным кроликом. Если этот дракон сожжет хоть одно мое пирог, клянусь, он за это заплатит. У вас нет никаких шансов. Но этот раз мы в ловушке. Лови! Этот амулет – ключ ко всему. Было бы хорошо по нему ударить. Но мне не дотянуться до своего меча. Хороша любая идея. Нас сейчас поджарят. Вы еще увидите, на что я способна. Свяжем ее и заберем ключи, чтобы освободить принца. Надо поторопиться. Ведьма-ворона уже выбралась из книги. Я должен пробудить Аврору от глубокого сна. А нам нужно найти выход из книги. Мы не знаем, где он. Не волнуйтесь, у меня есть идея. У Холли всегда хорошие идеи. По крайней мере, две на серию. Спасибо, зверята. Не знаю, что бы я без вас сделал. Спасибо. Если бы ты не бросил свой меч, дракониха зажарила бы нас и подала с картошкой. Теперь, когда ты разбудил Аврору, поцелуем любви, мы должны найти выход. Это тайный выход? Значит, он должен быть в каком-то забытом и таинственном месте. Кажется, я знаю, где это. Пойдемте. Вот комната крутящегося веретена. Вряд ли сюда заходил кто-то, кроме Авроры. Думаю, выход спрятан здесь. Если это не тот выход, мы застрянем здесь навсегда. И ведьма-ворона сможет завладеть неписанным заклятием. Нам нельзя ошибиться. Безымянный говорит, что это мех горностая. Значит, ведьма-ворона вышла здесь. Давайте выбираться из книги. Безымянный, доставай книгу с чистыми страницами. Без всяких усилий станем такими, как были. О нет! Им все удалось и на этот раз. Пойдемте найдем следующую книгу, и им не удастся нас обнаружить. Отлично. Теперь в нашей книге есть и вторая часть заклинания, чтобы создать неписанное зелье. Спящая красавица. Как и романтическая история. Дива, можно я подарю тебе поцелу истинной любви, как принц Филипп? Я бы предпочла дать тебе тумак истинного раздражения. В глубине души она меня любит, ведь правда? Хм... Хм... Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова